Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я просто хочу записать видео для вас и себе на память, чтобы потом его пересматривать, смотреть, что у меня было по имуществу, вспоминать былые времена и так далее. Просто это видео информативное такое будет для всех вас, чтобы вы знали, какое у меня есть имущество, чтобы вы просто не спрашивали там на стримах, допустим, какие у тебя есть машины, какой у тебя бизнес там и так далее. Вы просто сегодня посмотрите это видео и узнаете все мое имущество, которое у меня есть. Ну что ж, я предлагаю начать именно сначала с машин, вообще у меня их достаточно много и все мое имущество в основном состоит из машин. И сейчас я вам расскажу сколько стоит каждая машина. Каждую машину я показывать не буду, потому что, ну это будет очень долго, вы можете сами посмотреть, вот сколько у меня машин. И каждую отдельно показывать подробно я не хочу. Я просто буду говорить вам машину, говорить цену и говорить, что в этой машине вообще есть. Почему она столько стоит? Итак, первая машина, я думаю вы все ее знаете, это BMW M5 F90, то есть Мурка. Вот такая вот машина со старой ГОСКой, эта машина у меня во владении уже 3 года, как бы я на ней постоянно катаюсь, на ней стоит еще аудиосистема. И машина эта стоит примерно 50 миллионов. Это я оцениваю эту машину в 50 миллионов. Вообще эту машину я бы не продал ни за какие деньги. Мне за эту тачку предлагали 200 миллионов. Кто не знает, просто на первом серваке Амазинга номера Мур ценятся, потому что есть Фома, которая собирает эти номера. У них есть все номера Мур, кроме семерок. И они не предлагали 200 миллионов. Как бы, но я отказался продавать эту машину, потому что мне она очень дорога, как память. Потому что это моя самая первая машина на этом аккаунте. Кто не в курсе, мой аккаунт получается деактивировали. И самая первая машина на этом аккаунте, на которой я начал обратно развиваться, была именно вот эта машина BMW M5 F90 с номерами Мур семерки. Аудиосистему я уже потом на нее поставил, в принципе, как бы в СТОшке. Эта машина, как бы, ну, если не углубляться в то, что эти номера, как бы, очень ценятся, то эта машина стоит 50 миллионов, потому что здесь стоят номера и аудиосистема. Следующая машина, это у нас, получается, Nissan GTR с фулл-бат номерами 3S34. Как бы, ничего особенного, просто GTR в полном тюнинге, кроме аудиосистемы. В госку у нее 7 миллионов, стоят фулл-бат номера. Эту машину я оцениваю в 50 миллионов, из-за того, что здесь стоят фулл-бат номера. Следующая машина, это, получается, Mercedes E-шка, старая E-шка именно. Не новая, которая стоит 12 миллионов, а именно старая E-шка, которая, как бы, ну, 212-й кузов. Здесь стоят номера топ-восьмерки, но эти номера немножко так ценятся, они стоят где-то 10, именно вот эти номера топ-восьмерки, топ-семерки еще ценятся. Ну, короче, на первом серваке номера вот эти топ, ну, вообще, если читать именно по-русски, то будет Тор, ну, а так я читаю как топ. Ну, и в основном все читают как топ, а не как Тор. Топ-восьмерки, получается, госка 5 лямов, на этой машине стоит аудиосистема. Эту машину я оцениваю в 40 миллионов, потому что, вообще, E-шку просто с аудиосистемы продают за 30 лямов, плюс здесь еще номера стоят. То есть, я эту машину оцениваю в 40 миллионов. Следующая машина, это у нас, получается, Рено Магнум. Рено Магнум с очень большим пробегом. Пробег уже почти 170 тысяч километров. Эту машину я очень люблю, потому что на этой машине я качал свой скилл дальнобойщика. У меня сотый скилл дальнобойщика, я эту машину очень ценю и тоже продавать ее не собираюсь. Получается, это Магнум, который стоит 50 миллионов. На нем стоит аудиосистема, стоят номера МР-восьмерки и большой пробег. Следующая машина, это BMW M5 E60. Гост цена здесь 4 миллиона 500 тысяч, пробег небольшой. Здесь стоят номера АМР-восьмерки. За данные номера мне предлагали 65 миллионов. Но, давайте сделаем так, что эти номера будут стоить 60 миллионов. То есть, в целом, эта машина стоит 60 миллионов. За счет того, что здесь номера стоят АМР-восьмерки. Следующая машина, это у нас, получается, Бугатти. В ней ничего особенного нет, это просто редкая машина, в которой ГОСК 20 миллионов. Также здесь, получается, стоят номера фулл-блаты 3К36. Я оцениваю эту машину в 120 миллионов. Следующая машина, это BMW M3 E46. Я вообще про эту машину, на самом деле, забыл. Я на ней очень редко езжу. Но эта тачка прикольная, она быстрая. Как бы, ГОСК у нее 10 миллионов. И на ней стоят именно номера YouTube. Как бы, я ютубер, и у меня на ней стоят номера YouTube. Очень прикольные номера, но я почему-то про эту машину совсем забыл. Цена ей 30 миллионов, за счет того, что, как бы, это Бэха, и у нее стоят именные номера. Итак, следующая машина, это у нас Audi RS6. Тоже классная тачка. На ней стоят номера 3V35, аудиосистемы нету. ГОСК 7.5. Я эту машину оцениваю в 70 миллионов рублей. Итак, следующая тачка, это у нас, получается, Maybach. Maybach тоже на очень даже интересных номерах. Номера здесь хер пятерки. Ну, как бы, ничего особенного, больше у людей такого нету. ГОСК цена 10 миллионов. Я эту машину оцениваю в 30 миллионов рублей. Следующая машина, получается, это BMW M8. Очень классная тачка. ГОСК цена, конечно, у нее вообще ни о чем, как бы, 999 рублей. Но сама эта тачка редкая, всего на первом серваке их 3 штуки. И одна из них у меня. И здесь стоят номера прикольные, 3O887. Но это номера, как у Булкина, они на первом серваке ценятся. Я за эти номера, по-моему, отдал или 20 лямов, или 15 лямов. Я уже, честно, не помню. Я эту машину оцениваю в 100 миллионов рублей. Следующая машина, это Geli, который я недавно купил себе. Ну, как недавно, около месяца назад, может, даже больше. Здесь стоят номера 3K38. И ГОСК цена у данной машины 25 миллионов. Плюс здесь стоит полный тюнинг, кроме аудиосистемы. Я эту машину оцениваю в 100 миллионов рублей. Следующая машина и последняя, это, получается, BMW M5 E39. ГОСК цена на 4 миллиона. Как бы я в эту тачку очень много вложил. Я только на тюнинг потратил 5 миллионов. Здесь стоит полный тюнинг, то есть здесь стоит, получается, разбал, занижение. Аудиосистемы нету, но здесь еще стоят номера 3A001, который я покупал за 10 миллионов рублей. То есть я эту машину оцениваю в 15 миллионов. Следующее имущество, которое я хотел бы вам показать, это мой дом на Рублевке, получается. Это коттедж, который стоит 70 миллионов рублей. Почему 70 миллионов? Потому что он стоит возле въезда, получается. Прям очень рядом возле въезда. И ГОС-цена у него 30 миллионов. И я оцениваю свой дом в 70 миллионов рублей. Номер дома у меня третий. Как бы это очень даже неплохо. Я этот дом, если что, слоил по ГОСу, когда был глобальный слет. После глобального обновления, получается, все дома и бизнесы были по ГОСу. И я, когда зашел уже, когда вышла ГО, захотел себе словить именно вот этот домик, получается. И так вышло то, что я все-таки смог его словить, хотя ловил его не только я. Мы вдвоем там с пацаном его ловили, но в итоге словил все-таки его я. По ГОСу за 30 миллионов рублей. И я очень был рад, потому что, ну блин, словить дом, который ты хотел изначально, это очень круто. И по сей день, как бы, я владею этим домом и продавать его не собираюсь. Интерьер, конечно, мне не особо нравится. Ну, типа, прикольно, конечно, но, как бы, такое себе. Можно было бы, конечно, получше сделать. Меня вот всегда бесит на Мазинке, что в интерьерах постоянно темно. Ну, реально, постоянно темно. Очень сильно темно. И видите, у меня вот через потолок стол просвечивается бильярдный. Мне кажется, так не должно быть. Как бы, я на месте Мазинка бы задумался над тем, чтобы переделать интерьеры на Рублевке. Потому что они убоги. Ну, что это за двери какие-то конченые просто? Что это за херня? Вот смотри, как у меня двери просто проваливаются. Ну, что это за дичь? Я заплатил 30 миллионов, чтобы у меня вот так дверь проваливалась просто в кафель, блядь. Ну, смотрите, ну, ну как это можно было не увидеть? Ну, серьезно. Я, конечно, все понимаю. Я там не маппер, не скриптер. Ну, блядь, если вы делаете, то делайте хорошо. Это очень, видите, вот эти текстуры пропадают постоянно. Как бы интерьер большой, ну, видите, блядь, небо там видно. Ну, ну, что это за херня, пацаны? Ну, ну, серьезно, как бы. Ну, такого не должно быть. Если вы делаете, то делайте очень хорошо, понимаете? Ну, вон, блядь, все просвечивается, если далеко находится. Ну, нахуй не надо, пацаны. Гараж вот такой вот большой. Если вы такой большой гараж сделали, то сделайте, чтобы можно было спавнить в гараже, ну, например, там, не знаю, пять машин хотя бы, знаете, рядом. Вот, допустим, сюда одну поставил, сюда одну поставил. Ну, было бы круто, а толку вот этого большого гаража? Следующее, что бы я хотел вам показать, это, получается, мой особняк семьи, который я покупал после глобального обновления. Гост цена у него 50 миллионов. Как бы, это очень крутой коттедж, точнее, особняк. Не путайте, коттедж и особняк, как бы, это разные вещи. Коттедж это то, что на Рублевке, допустим, в Южном, либо в Артамасе. А особняк это именно для семьи. Гост цена у него 50 миллионов. Я его слил по ГОСу, получается. Ну, я думаю, где-то цена ему 100 миллионов, если его кому-то продавать, как бы. Да, особняки можно, если что, продавать, как бы, в нотариусе, в этом ничего такого нету. Но куда же без машин, пацаны? Вот здесь, получается, есть у нас гараж в особняке. И вот здесь находятся все наши машины, которые есть у нас в семье, которыми можно пользоваться. Это и Гелики, и БМВ, и Рапторы, и Ламбо, и Роуз-Ройсы. Ну, короче, вот такой вот шикарный автопарк. Автопарк этот мне обошелся в 130 миллионов рублей. То есть, если сложить все машины в месте, которые здесь есть, это, получается, 130 миллионов. Как бы, очень такая внушительная сумма. Как бы, особняк стоит 100 миллионов, и машины стоят 130 миллионов. Я, конечно, хотел бы обновить автопарк, но пока что нету возможности. Например, вместо этих Геликов, я хотел бы купить два Гелика 4х4. Вместо, возможно, Бэх, можно было бы купить две новых Ешки, которые стоят 12 миллионов. Но надо будет этим заняться, но пока что, как бы, нету возможности. Если бы в сейфа мощь кинуться, то можно было бы купить новые машины. Я, как бы, могу закинуть 10 лямов, но 10 лямов не хватит, чтобы обновить полностью автопарк, как я хочу. Как бы, я думаю, никто не против был бы, если бы эти Гелики заменил бы я на Гелики 4х4. Потому что Гелики 4х4, Брабус, они намного пище, чем эти. Также, получается, у меня есть бизнес 24х7 в Батырево, который находится. Очень прикольный бизнес. Я его покупал, в принципе, не очень так дорого, но цена ему примерно 150 миллионов рублей. Да, это действительно мой бизнес, можете сюда приезжать. Здесь дешевые ремки получаются. Ну, все по красоте, реально. Самые почти низкие цены стоят. Вот, я, как бы, владелец, гостка у него 15 миллионов. Как бы, цена этому бизнесу 150 миллионов рублей. Как бы, кто желает, можете приезжать, покупать здесь, как бы, ремкомплекты. Но, если кто-то захочет купить у меня этот бизнес, то я его продам минимум за 200 миллионов. Дешевле, чем 200 лямов, я его продавать не хочу. Это, если вы прям сильно захотите, я могу за 200 лямов вам отдать этот бизнес, как бы. Ну, а так, ему цена примерно, ну, 150 лямов. Просто фига здесь реально прикольная, потому что в день он приносит стабильно 500 тысяч. Бывает 900 тысяч, бывает 700 тысяч. От 500 до 900 тысяч он в день несет спокойно. Ну, и последнее, что бы я хотел вам показать, это моя сим-карта, получается, которая стоит 30 миллионов рублей. Хотя я видел, что сим-карты продают и по 100 миллионов, и по 50 миллионов. Ну, как бы, я эту сим-карту брал за 20 лямов, давненько еще. Но, я думаю, ей цена где-то 30 миллионов. Как бы, возможно, 50 миллионов, я не знаю, но я оцениваю ее в 30 миллионов. Итак, какой вообще итог, пацаны? Машины, получается, у нас вышли на 715 миллионов. То есть, только машины вышли, машины именно личные, вышли на 715 лямов. Это, если все машины вместе посчитать, получается 715 миллионов. И, получается, общая сумма всего имущества у нас получилась 1 миллиард 195 миллионов рублей. Это достаточно много, на самом деле. Как бы, такая приличная сумма. Я думаю, вы сами согласитесь. 1 миллиард 195 миллионов рублей. Как бы, сумма такая хорошенькая, хорошенькая. Но, хочу заметить то, что данную сумму я заработал, как бы, не за год, не за два. А за несколько лет, как бы. То есть, если вместе сложить все мое имущество, то получается 1 миллиард 195 миллионов. Ну, почти 1 миллиард 200. Но, то, что у меня имущество на 1 миллиард, это уже меня очень ратует. Ну, представьте себе, просто 1 миллиард. Это очень хорошая такая сумма, я считаю. Я, конечно, этим не горжусь, потому что, ну, это просто игра, пацаны. Это просто игра. Ладно, если бы я в жизни миллиард бы заработал, это было бы, конечно, классно. Но в игре заработал миллиард, как бы, ну, да, это круто, конечно, но, как бы, этим хвастаться, я думаю, нет никакого смысла. Я просто записал это видео для себя на память. Ну, и просто показать вам, какое у меня есть имущество, чтобы вы меня на стримах, как бы, не спрашивали. Чтобы просто сразу узнали все обо мне, о моем аккаунте, там, и так далее. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok